Чебоксары 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 Конкурс на разработку эскиза медали объявили еще в начале года. Условия обозначили следующие. Медаль должна быть оригинальной и содержать надпись «За заслуги перед городом Чебоксары». Свой вариант эскиза на конкурс мог отправить любой желающий. Причем неважно, на компьютере выполнена работа или от руки. Главное, чтобы эскиз был высокохудожественным и имел эстетический внешний вид. В итоге в городскую администрацию пришло два десятка заявок. Мы удивились, конечно, что население откликнулось. Было очень много таких заявок и было действительно тяжело выбрать. У каждого была своя изюминка, скажем, у этой медали, у этого эскиза, изображения. Каждый подходил по-своему, но тем не менее, после неоднократных заседаний, у нас три заседания было, мы все-таки выбрали один эскиз, который мы уже утвердили на городском собрании депутатов. В итоге медали решили изготавливать по эскизу художника-ювелера, медальера и геральдиста Владислава Николаева. Ее предлагается отливать из латуни и покрывать серебром. Кстати, по условиям конкурса победитель получил денежный приз в 15 тысяч. А вот для тех, кто новой наградой удостоится, главное – моральное удовлетворение, решили депутаты. Данная награда является муниципальной. Мы решили не устанавливать какое-либо денежное вознаграждение, поскольку считаем, что сама награда является достойным, почетным званием, скажем так, проявления позиции от города наградить данного того или иного человека. Положение награждения уже принято и вступило в законную силу. Сейчас проводится конкурс среди изготовителей. Оптимизировать работу, обеспечить безопасность и держать под контролем – все это вполне можно сделать на чебоксарском транспорте, уверены специалисты. Причем в весьма недалеком будущем. А поможет в этом Центре диспетчеризации. Подробности прямо сейчас. Девочка ждет, автобус не идет. Ситуация, когда подолгу приходится мечтательно вглядываться вдаль в ожидании нужной маршрутки, троллейбус или автобуса, думаю, знакома всем чебоксарцам. Ну вот, проехал. Двадцать минут зря ждали? Впрочем, чаще всего с приходом нужного транспорта злоключения не заканчиваются. Так, к примеру, если вы перемещаетесь на маршрутках, то добраться из пункта А в пункт Б с соблюдением хоть каких-либо правил безопасности и без эмоций не так-то просто. Так в сети долго висело видео известного чебоксарского блогера. На нем видно, только за один рейс водитель одной маршрутки совершил 18 правонарушений. В 17.30, да, университетская агентство, вы за нарушением вывали. Что здесь за? В остановку на пешковом переходе. Ахазово-аденка. Вот только высадка, пассажир на правей части. На сторону кармана вообще не заехали. Третье нарушение. Чтобы исправить ситуацию в положении об организации пассажирских перевозок, чебоксарские депутаты внесли изменения. В ближайшем будущем в городе создадут центр диспетчеризации. Центр диспетчеризации пассажирских перевозок, он нужен, наверное, для цивилизованного подхода отношений между городом как заказчиком и перевозчиками как исполнителями. Вот сама диспетчеризация, она не новая. Это, условно говоря, весь мир пользуется диспетчерами там, где это необходимо. Процесс диспетчеризации условно можно разделить на две части. Контроль и управление. Впрочем, под контролем весь чебоксарский пассажирский транспорт находится уже сейчас. Троллейбусы, маршрутки, автобусы оснащены системой ГЛОНАСС. Вся информация стекается сюда, в муниципальное бюджетное учреждение Чебоксара Телеком. На мониторах своих компьютеров сотрудники в режиме реального времени следят за перемещением троллейбусов, автобусов и маршруток. Они видят не только, сколько едини транспорта вышло на тот или иной маршрут, но и скорость их перемещения по городу. А также любое отклонение от маршрута, ну, к примеру, объезд пробок. Затем собранную сзади информацию оформляют в форме отчетов и отправляют в городскую администрацию. А еще информация передается в так называемую систему прогноза прибытия транспортных средств. Увидеть ее можно на специальных табло на остановках или даже в интернете. Отличие будущего центра диспетчеризации в том, что появится обратная связь с водителями. А значит, возможность управления тем или иным транспортным средством, а в итоге всей транспортной системой города. Для создания центра будут использовать техническую базу предприятия Чебоксара Телеком. Это бюджет города. Я считаю, что это правильно, потому что задача обеспечения безопасности – это на муниципалитете. Когда центр заработает, пока неизвестно. После принятия нормативного акта надо подумать и о помещении, об оборудовании и о специалистах. Эффект от новой системы чебоксарцы, скорее всего, ощутят к концу года. От перемены места жительства сумма квадратных метров не меняется. Согласно федеральной программе, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья человеку, выезжающему из аварийки, должны предоставить столько же квадратных метров, сколько у него было. Однако сделать это в современных условиях не так просто. О непростой ситуации и решении депутатов в следующем сюжете. 940 миллионов рублей выделят чебоксарам из федерального бюджета на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в 2013-2017 годах. 1 миллиард 143 миллиона потратят на эти же цели из республиканской казны. Еще примерно 230 миллионов добавит столица. Такие цифры озвучил председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города Александр Андреев. И все бы ничего, но согласно программе переселения, приобретать жилье для переселенцев правительство может не дороже, чем по 28 400 рублей за квадратный метр. В то время как продавать его застройщики, к примеру, в Чебоксаро, готовы в среднем за 40 тысяч. Кроме того, жилье переселенцам должны предоставлять метр к метру. Сколько было в старом доме, столько должны дать и в новом. Только вот сейчас квартиры с такими небольшими площадями застройщики чаще всего строить не хотят. Чебоксарское городское собрание депутатов выход из ситуации видит в установлении минимальных площадей квартир для переселенцев. Эта однокомнатная квартира будет 23,5 квадратных метров. Двукомнатная это 40,25. Трехкомнатная 49,45. И четырехкомнатная 57,45. Откуда родилась эта цифра там? Мы посчитали, что вот на сегодняшний момент у нас 268 многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Это составляет примерно, значит, 2271 квартира. В них проживает 6,643 человека. Общий жилой фонд, значит, это 80,455,9 квадратных метра. Значит, и когда мы стали анализировать, в этих старых и ветхих домах однокомнатная квартира составляет примерно 20-25 квадратных метров. На сегодняшний момент то, что мы строим, это площади гораздо большие. И по закону при переселении граждан, значит, меняются квадратные метры на квадратные метры. Вот если, условно, у него там 20 квадратных метров, мы ему должны представить не меньше 20 квадратных метров. Но так как мы приняли минимальную 23,5, значит, ему повезет, он получит на 3,5 квадрата больше. Это не противоречит закону. Каждый, значит, субъект Российской Федерации, органы мест самоуправления, сами определяют в каждом регионе, значит, эти квадратные метры. Такие площади своего рода компромисс. Дело в том, что средства на дополнительные квадратные метры выделяются из Чебоксарского бюджета. Так, к примеру, семью, которая жила на 20 квадратных метрах, переселять в 30 квадратов для городской казны было бы не по силам. А разницу в 2-3 квадрата бюджет потянуть может. В то же время, как отметил Александр Андреев, установленные минимальные площади не противоречат строительным нормам и правилам. Такой метраж депутата обсуждали с проектировщиками и застройщиками. Что ж, решение найдено. Однако, на осуществление проекта понадобится время. Дома с квартирами такого метража нужно спроектировать, а затем построить. Впрочем, вполне возможно, что новоселье в таких домах справят уже в этом году. Пришла весна из-под сугробов. Как первые подснежники показались фанфурики. Такие, казалось бы, лечебные снадобия, как настойки боярышника, перца или пустырника, россияне умудряются принимать так, что они становятся отравой. До благоразумия населения достучаться не удается. Закон продажу этих спиртовых растворов не запрещает. Как в подобных условиях приходится бороться с этой практически национальной бедой в нашем сюжете. Серьезно? Серьезно, да? Конечно. Сейчас, пошел. Пусть, что вы поймете. Такая делегация городских властей в аптеку заглянула не потому, что у кого-то что-то болит. Их интересует наличие в продаже так называемых фанфуриков. Мы хотим посмотреть у вас. Народный контроль приехал. Первый пункт в маршруте и сразу удача. Или неудача. Как посмотреть? Под прицелом камеры и пристальным взглядом представителей народного контроля фанфурик среди прочего товара таки отыскался. Им оказалась настойка боярышника объемом 25 миллилитров. Впрочем, здесь нет нарушений. Специалисты утверждают, продажа спирта, содержащих настойку такого объема, опасности для общества не представляет. Их если берут, то действительно в качестве лекарства. Чтобы опьянеть потребителям этого товара, одного маленького пузырька недостаточно. И брать их в качестве выпивки попросту становится дорого. Другое дело объем 100 миллилитров. Флакончики с настойками и просто спиртовым раствором во время рейда тоже удалось добыть. Причем без особого труда. Однако привлечь продавцов к ответственности на данный момент невозможно. Мы понимаем, что не только аптеки торгуют данными средствами, препаратами, но и многие другие торговые точки. Но вот пока мы проехались по аптекам и убедились, что в ночное время они именно продают вот такие фанфурики, спиртосодержащие жидкости. И идут приобретать эти фанфурики, в общем-то, довольно молодые люди. Мы против этого. Что можно сделать сегодня, когда на уровне федерального законодательства запрещающих мер нет, ужесточающих мер нет? И пока мы ждем изменения федерального законодательства, нам нужно что-то предпринимать, что-то делать. Поэтому сегодня было совещание со всеми надзирающими органами, а самое главное было с владельцами аптек. Принято решение, чтобы был подписан общественный документ, меморандум, где будет предусмотрена ответственность, в общем-то, владельцев этого бизнеса. То, что они будут все-таки все вместе сообщать, договариваться о общих принятых мерах. Если продавать, то продавать только по определенным критериям. Конечно, меморандумы в отказе от реализации или продажи по определенным нормам – дело добровольное. Но пока законодательство не изменится, ставку придется делать только на совесть и сознательность предпринимателей. Им от 18 до 35. Они молоды, энергичны и юридически подкованы. Еще в 2012 году при Совете Федерации страны сформировали палату молодых законодателей. Вошел туда и представитель столицы Чувашии. Он рассказал нам, для чего создавали этот орган и как он работает. Принципы формания так же, как и Совет Федерации, по два представителя от субъекта. Вот я представляю Чувашскую республику от исполнительной власти, рекомендованное Президиумом Городского собрания депутатов в Совете Федерации. Было предано первое выездное заседание в ноябре. Организационное выбрали председателя, заместителей, установили, сколько комитетов, по каким комитетам нам нужно работать, потому что у всех направлений разные. Есть и юристы, есть и врачи, и учителя, и общественники, которые занимаются больше общественной деятельностью, но тем не менее являются депутатами в своих регионах, знают проблемы на местах. Выбрали комитеты, меня избрали заместителем председателя комитета по конституционному правовому законодательству, поскольку являюсь юристом по профессии, практикующим, есть своя юридическая фирма, и вот есть проблемы, по которым можно работать. Принцип заседания Палаты молодых законодателей установлен нашим регламентом. Не менее двух раз в год. Сами же комитеты могут заседать сколько угодно, по необходимости, скажем так. Ну, это опять же временные рамки. Сейчас мы сформировали план работы на 2014 год. Установили, какие мы законодательства будем проводить через Совет Федерации. И сами комитеты при Совете Федерации ждут нас с открытыми дверями. Мы участвовали в заседании комитетов, непосредственно принимали участие, какие законодательные законопроекты проходят в данном законодательном органе. И следующее заседание планируется в апреле месяце, где уже полноценно поработаем своих комитетов. В Совете Федерации уже внесем определенные законодательные инициативы. Я думаю, в этом году для нас будет полноценный год такой для работы. Это Палата Законодателей, которую уже многие у нас в России в этом узнают, какие мы законодательные инициативы продвинули. Ну, опять же, мы скажем, очень тяжело провести какую-то законодательную инициативу. Нужно очень тщательно готовиться, привлекать экспертов. И вот в целом и создана эта Палата Молодых Законодателей, поскольку входят депутаты с определенным опытом работы в законотворческой деятельности по принятию определенных решений. На этом программа местного самоуправления завершается. Я с вами прощаюсь. До свидания.